Ассаляму алейкуму, рахматуллахи, баракату. Ролик для моих подписчиков в соцсетях. Я просто хотел сказать, что ислам это очень серьезно, это нужно понимать. Когда речь о Коране, о Сунне, это очень серьезные вещи. Но в то же время, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и его сподвижники, Аллах доволен ими всеми, жили обычной жизнью. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, давал проповеди в мечети, иной раз бывало такое, и смотрите, это достоверный хадис из сборника Бухари. Абдуллах бин Мас'уд, Аллах доволен им, передал, что посланник Аллаха во время проповеди, глядя на нас, мог остановиться, останавливал лекцию, свое напоминание, опасаясь наскучить нам. Это хадис из сборника Бухари, от Абдуллы бин Мас'уда. Ибн Мас'уд сказал, Посланник Аллаха увещевал нас не каждый день, а лишь время от времени, опасаясь, что его слова могут вызвать у нас скуку. Хотя казалось бы, как кому-то могут наскучить слова пророка? Но так ведь это же были обычные люди. Сподвижники — это обыкновенные люди. Да, они любили пророка, мир ему и благословений, уважали его. Целый день могли пророка служить. Но в конце концов, они люди, и им нужен был перерыв. И пророк во время проповеди наблюдал за их лицами. По их лицу он определял, не рассеивается ли их внимание. Может, они вот-вот утомятся. И до того, как они утомились, пророк останавливался. И нам нужно следовать его примеру. А еще, как он делал? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в мечети со своими сподвижниками. В разных хадисах это передается. Он переводил тему на мирское. Говорил, кстати, а урожай-то как? Свои напоминания он разбавлял мирским. Сподвижники сидели с ним, какое-то время слушали напоминания о вечной жизни. И через какое-то время пророк менял тему, говорил о мирском. И это не потому, что его реально интересовала мирская жизнь, земледельство и так далее, какие-то мирские вопросы. Нет. Он делал это для них. Пророк тем самым разряжал обстановку. Меняя тему, он обновлял их восприятие. Вдруг раз и на мирское переходил. Задавал какие-то вопросы о мирском. Почему? Это освежало восприятие. Типа, о, какая-то новая тема. Сподвижники думали, он и нашей жизнью интересуется, хотя она не такая, как у него. У пророка-то все мысли о вечном, но он и про земное может поговорить. Для сподвижников это был перерыв. Их разум переключался на что-то новое. Им было приятно, что пророк интересуется чем-то из их жизней. И это же интересно, он и нашей жизнью интересуется. Почему пророк об этом говорил? Тем самым он привлекал их внимание, и они становились ближе к нему. Это давало больше точек соприкосновения. Пророк ориентировался и в их жизни. И вот это своего рода уникальная сумма. Если шейх или ученый сидит в мечети весь день и будет рассказывать только Коран, Хадисы, Коран, Хадисы, люди будут его уважать. Но в конце концов люди утомятся. Ведь когда слишком много о религии говорится, это утомляет. Некоторые послушают меня и скажут, нет, нет, уж яд не такой. Я могу постоянно Коран и Хадисы изучать. Честно говоря, сомневаюсь. Когда Абдуллах ибн Масруд, Аллах доволен им, пошел, кажется, в Ирак. Местные, когда его проповеди слушали, говорили ему, О, Абдуллах, мы бы с удовольствием твои лекции слушали каждую ночь. Но Абдуллах ибн Масруд сказал, нет, проповеди будут по четвергам. Он отвел для этого конкретный день, давал вечером одну лекцию и все. Вот столько и все. Хотя люди хотели большего. Почему Абдуллах ибн Масруд ограничивал их? Он объяснил. Посланник Аллаха тоже нам говорит, перерыв давал. Он учил нас религии, а потом делал перерыв. Разговаривал о мирских вещах. Нас столько всего объединяет. Помимо разговоров о Коране и Сунне. Вот я в своих соцсетях. В 80% случаев в моих соцсетях можно увидеть религиозный контент. Коран, хадисы, что-то образовательное. В процентах в 80 именно это. Ну и в процентах в 20 какие-то шуточные вещи. Какие-то розыгрыши, все такое. Но даже в таком контенте есть чему поучиться. Ну а иногда это может быть просто шутка. Без какого-то поучительного контекста. В этом тоже есть благо. Даже в этом. Знаете почему? К кому я обращаюсь? В соцсетях возраст аудитории разный. Есть и 70-летние. И вплоть до 10-летних. Ну то есть там выходит колоколообразная кривая. Большинство моих подписчиков относятся к возрастной категории от тех, кому за 20, до тех, кому за 40. В основном на меня подписаны такие люди. Но есть и подростки. Они тоже на меня подписаны. И также на меня подписаны те, кому 50-60. Так вот. Когда я говорю только о религии, исключительно о Коране и Сунне. Всерьез. Это главным образом находит отклик у аудитории от 40 до 60 лет. Они говорят, да, Шейх, очень хорошие лекции. Это то, что нужно. А когда я свой контент разбавляю, говорю о каких-то познавательных вещах. Это тоже может быть о Коране и Сунне. Но концентрация на этом не настолько серьезная. Это нравится тем, кому от 20 до 40. Им такое хорошо заходит. А тем, кому 50-60, скажут, так-то хорошо, только вот посерьезней бы. А когда я публикую что-то шуточное, просто шутку какую-то. Это нравится подросткам. Которые тоже являются частью исламской общины. Они наши братья и сестры. Да, они смотрят в соцсетях какой-то несерьезный контент. Кому что нравится. Розыгрыши и так далее. Время тратят. Да, такое есть. Но это жизнь, друзья мои. Это 21 век. Такова реальность. Вот когда я в медресе учился, вы знаете, в какой строгости нас держали? У меня разные учителя были. Были и такие, на которых улыбку не увидишь. Были учителя, которые изредка могли пошутить. Время от времени. Изредка может пошутить. И были учителя более свойские. Он с тобой на равных общается. И серьезному учит. Так вот, к этому третьему типу я сам отношусь. У каждого свой тип. Знаю, кому-то из вас нравится прям вот серьезность. Вам нравятся серьезные шейхи, которые никогда не смеются, не шутят. Ну, может, улыбаются иногда, но не шутят. Вам такие нравятся. Так это же ведь каждому свое. У вас такой характер. А у других он другой. Так вот, мой характер подразумевает то, что иногда я серьезный, а иногда я могу потравить шутки. Кто меня близко знает, знают, что я такой. Временами я бываю серьезен. Но и поприкалываться могу. Такой у меня характер. Отец мой, да смеуются над ним Аллах, строгим был. Но при этом люди отмечали, что он большой шутник. Дома он не шутил. А вот с друзьями, с другими людьми, это да. Но не дома. Дома был серьезен. С матерью шутил, но не с нами. Но мы знали, что есть в нем вот эта сторона шутника. Моя мать тоже по натуре была большой шутницей. Так вот, годы, проведенные мной в медресе, отрезали меня от всего этого. От шуток и так далее. Да и после медресе тоже, когда я имамом стал. Но это не было моим настоящим характером. Настоящий мой характер в том, что я могу быть серьезным, но и процентов 20 во мне есть шутника. И мне нравится это проявлять, чтобы быть ближе к людям. Вот я же о подростках сказал. Ну вот, пошутить с подростками или с теми, кому за 20, и они, слушая меня, думают, да, вот же, вот это наш человек. Они начинают понимать нас, понимать наш мир на основе шуток. И потом, когда ты серьезные вещи им говоришь, они сядут и будут слушать тебя. Вот так это работает. Такова нынешняя реальность. Кто-то из вас может проживать где-нибудь в Пакистане или где-нибудь в России. Ну или даже если вот взять Запад, и вы придерживаетесь таких взглядов, что вот если это религиозное, надо быть серьезным. Но если вам это подходит, вы много таких ученых найдете, слушайте их. Но если вы приходите на мои страницы, меня послушать, вы услышите серьезное. Но здесь будут и шутки. Если вам эти шутки не нравятся, не смотрите, просто не слушайте. Вы, наверное, видели, как я в своих постах смайлики ставлю до сообщений. Если вам это не нравится, не смотрите. Смайлики увидели, и знаете, что там шуточный контент. Не нравятся вам шутки? Не нравится шутливый шейх? Не хотите вы слушать такого шейха? Да, пожалуйста. Пускай другие слушают. Кому это нравится? Я не говорю, что должны быть только шутки, шутки и шутки. Нет, должна быть серьезная сторона. В жизни есть серьезные вещи. Есть религиозные знания. Но есть место и для юмора. Вот лично мой баланс такой. Пожалуйста. Не хотите, не смотрите. Я вот такой. Таким и буду. Нравится? Аль-Хамду-Лю-Лях. Джазак Аллаху Хайрон. Продолжайте смотреть. Если не нравится, каждому свое. Хорошего дня. Ассаляму Алейкум.